Тканский станок Его выдергивали вместе с корнем Для того, чтобы сохранить длинное льняное волокно Лен сушили Затем отделяли головки от стеблей Для этого лен браснили Резкими движениями продергивали через зубья браснухи В руках у хозяйки оставались длинные стебли Покрытые очень жесткой оболочкой Которую называли кострика или кострица Для того, чтобы отделить оболочку от нежного льняного волокна Лен замачивали на мелководье В стоячей воде На срок от двух до восьми недель По прошествии этого времени Льняные стебли доставали И вновь высушивали Он имел цвет и запах Характерные для гниющих растений Оболочку от волокна отделяли при помощи мялки Про нее в народе сложили загадку Стоит Арина Рот до ушей Ручкой мялки Разламывали стебли В нескольких местах Кострика скатывалась по желобу мялки Летела по сторонам И повисала на самом льняном волокне С которого ее нужно было стряхнуть Делали это при помощи деревянного ножа трепала Работа эта была очень мусорная Поэтому старались ее делать на улице Во время бабьего лета При обработке льна в большом объеме Волокна получались спутанными Поэтому хозяйке нужно было их расчесать Лен очесывали щетками с натуральной щетиной Первые грубые очисы Шли на изготовление мешков и половиков На этих очисах Маленькие девочки учились прясть Мягкие тонкие волокна Отчесанного льна Свивали в кудель Которую привязывали к прялке Придением занимались после покрова Когда заканчивались полевые работы И наступала пора Деревенских вечерок и посиделок Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...